Тело моего доклада ужасная, правда, о компаниях, которые работают удаленно. Тема вообще очень объемная, тут нужно поделить на три большие доклада, часами разговаривать, но я постараюсь продвижаться по самым основным, так сказать, и самым важным элементам. Тут были люди, кто видели меня первый и второй раз, когда я тут выступал. Выйдите, пожалуйста, очень стыдно. Но третий раз я рассказал про дигитальных намадов. Если вы хотите узнать вообще, как я оказался в такой ситуации, послушайте этот доклад, будет полезно. Но вообще очень много людей спрашивали после доклада про удаленную работу. И для меня это немного странный интерес, но если есть интерес, то я расскажу. Мое личное мнение, что будущее у нас будет очень разнообразным, все будут работать по-разному, кто-то вообще не будет работать. Поэтому большинство моих мнений очень отталкиваются от нового мирозрения и может быть там много чуши всякой, знаете. Поэтому не принимайте серьезно, если вам не нравится, тоже можете выйти. Прежде чем говорить про удаленную работу, так как я бывший фрилансер, то я бы признался честно, прежде чем искать на кого поработать, попробуйте сначала пофрилансить. Иметь три клиента или четыре гораздо надежнее, чем иметь одного начальника. Поэтому подумайте об этом сначала. Так почему же я рассказываю именно про эту тему? Я свой путь как-то далеко в Азии, когда я прогулял все деньги, пришлось не работать. Такая печальная история. Я сначала стал фрилансером, потом у меня стало очень много клиентов, я начал аутсорсить свою работу к другим фрилансерам, потом я помогал другим клиентам искать других фрилансеров. И потом я нашел фирму, которая мне очень понравилась и помог им стать более удаленной. Сейчас я CTO в этой фирме, но также я в свободное от работы время бутстраплю проект в Диноку. Если кто-то пользуется Heroku, то заходите, пожалуйста, на мой сайт, чтобы в следующий раз я пришел и рассказал, как бутстрапить фирму. Вот так выглядит наша команда три месяца, по-моему, или четыре назад. Этот парень, который такой снежный, это я где-то в Таиланде. Вся наша компания удаленная, в принципе, весь технический тим удаленный, но сейчас люди из офиса начинают разбегаться тоже потихоньку, поэтому мы немного мотивируем всю фирму работать в таком же стиле, как и мы. Как я лично заметил, что бизнес вообще по умолчанию считает, что вам нужен открытый офис, парочку мониторов, пулл-тейбл, чтобы быть продуктивным, куча митингов. Но я решительно не согласен, как бы просто не согласен. Я считаю, что офис не очень хорошо создан для работы. Мое главное, так сказать, замечание, что работа с 9 до 5 не самое продуктивное правило, потому что я лично сам по себе сова, и моя продуктивная работа ночью или вечером, как бы, и получается, что мой начальник теряет мою самую продуктивную работу. Также открытый офис, просто, ну, очень много у них всяких destructions. Например, для меня просто серые стены, это, ну, не мотивирует вообще никак. Headphones policy, который есть в многих компаниях, мне кажется, ну, не работает, как бы. Все равно многие люди подходят, тебя пощелкивают по плечу, а пойдем-пойдем на обед, а я проснулся только к 11, да, и вот обед уже в 12, поработал всего час. То есть, ну, непродуктивно, по-моему, да. Я также не знаю ни одного инженера, который подошел бы ко мне и сказал, слушай, я что-то не понимаю по этому проекту, давайте соберем митинг. Ни один инженер мне этого не сказал, поэтому мне так кажется, митинги это только для менеджеров, как бы. Также есть другие факторы, которые влияют на мою производительность, да. К примеру, мне надо выпить пивка со всеми в офисе, да, чтобы стать друзьями. Мне надо купить пиво боссу, чтобы он мне повысил зарплату, да. Но это, ну, неправильно работает, мне кажется. Я выбрал, я долго анализировал, как мне стать продуктивным, и я выбрал, что гибкость в работе и свобода выбора для меня самое главное делает меня продуктивным. И мне так кажется, что, не только я так считаю, да, что очень многие фрилансеры становятся фрилансерами именно из-за этого тоже. Как бы, те фрилансеры, которые работают с техничной занятостью, да, они все-таки больше из-за денег, как бы. Но те, кто работает фулл-тайм, они выбирают свободу. Помимо свободы, есть, когда ты приобретаешь свободу, да, ты получаешь немного счастливого из себя, потому что ты можешь, как бы, сам планировать свой день, ты можешь сам решать, как тебе работать, да, и тебе никто не мешает в офисе, да. Я измерял свою продуктивность в офисе, и я максимум работал фокусированно 4 часа в день. Это был для меня очень хороший продуктивный день. Когда я работаю один дома, я работаю 6 часов минимум. Как компания удаленная может развиваться, да, не обязательно вам нужно начинать, как бы, с первого пункта, но, как бы, обычно как-то так развивается, да. Вы собираете друзей где-то в офисе, вы начинаете работать, вдруг вы понимаете, что, да, тут серьезно сложно найти новых людей, и вы решаете, наверное, там, открыть офис где-нибудь в другом месте. И тогда вы становитесь дистрибьютором. Но проблема в том, что дистрибьютор иногда недостаточно, и вам нужны опять все новые и новые кадры, да. И тогда, скорее всего, есть резон пойти удаленной дорогой. Удаленная культура в компании – это когда все ваше основное ваше общение происходит в асинхронном режиме. Когда вы не ожидаете, что ваш коллега ответит вам ежесекундно или не побежит поговорить с вами на митинг моментально, да. Также общение становится в таком режиме немного затруднительным, да, это становится батлнеком, и ты тогда начинаешь занимать, замечать очень вредные привычки. Например, общение приватно, да, с кем-то договариваться приватно становится очень затратно, потому что тебе ваше же общение приходится потом транслировать всем другим людям. Поэтому очень много общения переходит в публичный канал. И сейчас, в крайнем случае, в нашей компании дошло до того, что, в принципе, процентов 10 только, да, я там СТО, и процентов 10 моего общения, оно приватное. Все остальное публичное, я обсуждаю со всеми. Также документация становится очень важным, но ее развивать становится гораздо легче, так как в основном вы общаетесь в текстовом формате. Но можно пойти более креативно. Например, можно записать видео, можно записать аудио с вашим обращением, скажем, а можно нарисовать что-нибудь, да, чтобы проиллюстрировать вашу точку зрения. Так как в таких условиях очень сложно координироваться, то, как правило, все удаленные компании довольно-таки люди там самостоятельные. Как бы вам наверняка не надо будет очень много менеджеров, как бы, чтобы менеджить всю вашу компанию. Есть такие компании, которые заявляют, что они удаленные, но на самом деле я считаю, что они не являются таковыми. Плохие паттерны – это когда ты услышишь, что, ну, в принципе, мы удаленные, но ты должен находиться на этой тайм-зоне, да. Есть также второй вариант, когда тебе говорят, ну, мы удаленные, ты можешь работать, когда хочешь, но надо нам делать созвон каждый день, скайп, чтобы скоординироваться, что ты должен делать каждый день. Все-таки удаленные – это когда нет никакого бенефита находиться в офисе. И, соответственно, координация тоже, по идее, как бы не очень полезна. Большинство удаленных компаний довольно-таки открыты. Хоть это довольно-таки явление довольно-таки юное, скажем так, еще не успело развиться, да, но многие компании уже довольно-таки открыто и публично заявляют, как они работают, да. Travis CI сделал очень интересный, открытый, доступный для всех калькулятор. БСК написал пару книг, которые «Office Not Required» и «Remote». HumanMate организовывает онлайн-конференцию, которая называется «Out of Office». Запер написал open-source книгу о том, как работать удаленно. И Буфер – у них очень интересный блок о том, как они работают тоже удаленно. Если вам очень интересно, сходите, почитайте там обязательно. Теперь наверняка здесь кто-то сидит, кто представляет компанию. И вы, наверное, задаетесь вопросом, как бы, хорошо, ты стал продуктивным. Если вы не видите в этом, как бы, пользы, да, в чем польза для компании? Я вам расскажу. Проблема в том, что сейчас очень мало талантов, и их очень тяжело переманивать себе в фирму. Представьте, что ваша фирма сегодня скажет, что все, мы можем кого угодно нанять из любой точки планеты. Представляете, как ваш потенциальный пул талантов увеличится? У нас в последний раз, когда мы набирали себе работников, да, в принципе, мы набираем их постоянно, как бы, но иногда мы их набираем очень активно. И когда мы в последний раз набирали очень активно, ко мне пришло около 160 CV. Я не знаю, нормально ли это, ненормально, но это, мне кажется, слишком много, и я не успевал всем отвечать. Даже работники, при учитывании новой работы, они считают, что иметь возможность работать удаленно, это очень важно. Поэтому будет дополнительная мотивация к вам устроиться в фирму, если вы хотите работать удаленно. Есть такая проблема сейчас, что, к сожалению, желающих работать удаленно, или, к счастью для меня, гораздо больше, чем компании, которые могут предоставить такие условия. Поэтому, скажем так, через 5 лет, наверняка, такого уже, как бы, возможно, ну, такого бенефита не будет. Но сейчас он есть. Так как мы говорим о людях глобальных и наеме глобальном, да, то Юлю тут, к сожалению, уже не пригласишь. А Юля специализируется на Эстонии, на Таллине. Не правда? Ну, вот, может быть, и пригласишь, да. Но искать надо глобально, да. И поэтому, может быть, к счастью, может быть, нет, мне пришлось научиться делать работу Юле самому. Прежде чем нанимать, нужно понимать, как выглядит идеальный удаленный работник. Самое, наверное, главное, тут надо поставить цифру 1, что человек должен уметь хорошо объяснять свои мысли. Очень важно в таких условиях, чтобы ваше общение было как можно эффективно. И я, когда ищу работников, это буквально самая первая вещь, на которую я обращаю внимание. Надо эффективно общаться. Также очень важно, чтобы вам доверяли. Это очень тяжело, потому что доверие очень сложно заслужить, но его очень легко потерять. Также нужно иметь работников, которым ты можешь сбросить там 10 тасков, и он может как-нибудь сам ориентироваться и понять, что вот из того, что я знаю, мне кажется, что вот это самый главный приоритет. И он будет как-то сам разбираться и сам будет их резолвить по чуть-чуть, да. То есть, action-focused означает, что работники должны быть настроены на работу, да. Я вижу, что очень многие работники в офисе всегда придумывают себе какие-то батлнеки, да. Я не могу это сделать, потому что. Не должно быть такого варианта. Всегда тебе должно быть что делать. Из-за таких довольно-таки странных условий, да, к удаленным работникам, я чаще всего ищу людей, у которых есть опыт уже работы удаленной на кого-нибудь фирму, которые были фрилансерами до этого, менеджеров среднего звена было бы тоже хорошо пригласить. И кто-нибудь, кто занимается open-source проектами, да, либо у него есть свой проект, либо он активный контрибьютор в какой-то уже существующий проект. Одним из самых первых важных при первом знакомстве с потенциальным работником, так как ты его в принципе, наверное, не увидишь лично, то это как он устраивает ваш первый митинг, скажем так, да. Говорит ли он, где он находится, в какой тайм-зоне, интересуется ли он у вас, в какой вы тайм-зоне, как он посылает вам приглашение на календарь, опаздывает ли он, включает ли он видео во время интервью. Такие маленькие детали в процессе интервью очень-очень важны. Для меня стало немного проблемным, я не знал, где искать глобально работников, и поэтому как бы для себя я составил такой небольшой список. Я вот прихожу на такие конференции, как эта, стараясь себя рассказать, чем я занимаюсь, и чем моя компания занимается, и тогда люди становятся заинтересованы, как бы присылают мне письма. Также я прошу своих работников поискать, как бы потенциальных кандидатов. Также есть куча слаг-групп по интересам, Ruby-разработчики, Rails-разработчики, Devops, и как бы очень хорошо поискать там. Также есть фриланс-маркетплейсы, как Upwork. Обычно там можно найти очень много кандидатов, но как бы процентов 5 из них нормальные, 10. Есть также джаб-борды, которые тоже дофига в интернете. Для компании это тоже очень важная задача быть более открытыми, чтобы работники понимали, куда они идут и как вы работаете. Так как чаще всего люди мотивированы именно тем, как вы работаете, если вы себя позиционируете как удаленная компания, и то, что вы делаете. Поэтому я стараюсь сам делать работу, на которую мне нужен работник, чтобы четко понять, какие требования должны быть к работнику. И написать это, проиллюстрировать в моем предложении очень подробно. Также у меня есть такое правило, что новый работник должен начать, как быть, продуктивным в течение дня. То есть если ему прошло 24 часа, и он не закоммитил ни одного pull request, то либо работник неправильный, либо у меня что-то в процессе не так. Также, как фирма, мы стараемся более быть открытым в плане open source. Вполне возможно, что в будущем мы будем писать больше блог о том, как мы работаем, какая у нас культура. Иногда некоторые из наших работников организуют хакатоны, а кто-то просто выступает, как, например, я. Есть такая тема, о которой никто не любит говорить. Ни работники, ни компании. И я, на самом деле, тоже не могу говорить про свою компанию, о зарплатах, и не могу озвучить свою зарплату. Но я могу рассказать основные подходы, которые выбирают компании в удаленной среде. Есть такой очень популярный чарт, его много кто показывает, да, о зарплатах во всем мире, скажем так, для разработчиков. Это да, без налогов. Америка, да, лидирует? По-моему, до. Gross? Окей. So, как видно, что Америка лидирует. Например, проблема с выбором Америки в том, что я оставался в Лос-Анджелесе, и одна аренда только квартиры мне обошлась в 3000 долларов в месяц. То есть смело из этих там 7 с чем-то тысяч, которые ты там будешь получать, можно вычитать трешечку. Опять же, еда там гораздо дороже, чем в других местах, где я жил, да. То есть там на все это уйдет гораздо больше денег. Раньше здесь выступал Эдик Шустров, который уехал, по-моему, в Норвегию, если я не ошибаюсь. И вот... В Швейцарию, да. И вот он делал хороший анализ, прежде чем уезжать. Он как раз таки анализировал все эти, какая нормальная зарплата, сколько уходит на квартиру, сколько на еду, сколько на машину, да. И сколько у тебя остается в кармане. Я считаю, что у него был очень правильный подход. Но он упустил очень критическую деталь. У людей, кто очень много путешествует, очень популярна теория пяти флагов, да. Сейчас уже говорят теория шести флагов, кто-то уже говорит о теории семи флагов, да. Теория очень простая. Что, если мы будем относиться к странам так же, как мы относимся к нашим операторам мобильного телефона? Да, вот невыгодна тебе страна, поменяй. К сожалению, по своему опыту я могу сказать, что моя родная страна, наверное, хуже меня, обо мне заботится, чем другие страны заботятся обо мне, как о туристе, да. Теория пяти флагов говорит о том, что есть плюсы в том, чтобы поменять свой ситизеншип или взять второй ситизеншип, да. Есть плюсы к тому, чтобы поменять свой резиденс, да, не жить в стране, в которой ты живешь, да. Есть страны, которые будут забирать у тебя меньше налогов, да, от твоей зарплаты. Есть страны, которые очень хороши, как бы, для бизнеса. Там все очень, к примеру, Сингапур забирает там очень мало в плане налогов, да, а качество услуг у страны очень-очень хорошее, да. Также там рассказывается про то, как оперировать вашими деньгами или, так сказать, богатствами, которые вы накопили. Плейграунд, это больше относится к тому, чем вы увлекаетесь сами по себе, да. Если вам нравится клубная музыка, то, наверняка, Берлин получше будет. Если вам нравится серфинг, вы можете поехать куда-нибудь в Азию. Если вам нравится еще что-то, можете тоже найти для этого самую лучшую страну. Так что учитывайте, да, что может быть случится парадоксальный случай, что вы поменяете работу с офисной на удаленную, и зарплата у вас, кажется, будет меньше на первый взгляд. Но если вы правильно обустроите это все, то в кармане у вас может остаться гораздо больше, чем с большей зарплатой в офисе, да. Что главное для компании, да. Во-первых, вообще самое главное, это первые пять минут сразу же объяснить вашу политику про зарплаты. Первые два пункта, это, наверное, самое частое, что вы увидите как бы в фирмах, да. Какие-то фирмы выбирают, что вот мы платим зарплату вот из Лос-Анджелеса, да, вот у нас такая вилка, да. Кто-то говорит, что вот мы из Сталина, да, у нас вот такая тут вилка зарплатная, да. И поэтому они как бы ищут людей, которые согласятся с такой зарплатной вилкой. Кто-то берет глобальный average, как я уже показывал на схеме, да, и отталкивается от него. Но есть компании, которые пошли гораздо дальше. Очень много среди удаленных компаний идет разговор об открытых зарплатах. То есть очень многие компании сами рассказывают то, сколько получают в их фирме. Но некоторые из компаний даже создают калькуляторы, да, на базе, чтобы люди не спорили о своей зарплате, да, не приходили там каждые два месяца к начальнику и не капали, да. Да, мне кажется, я мало получаю, да, давайте мне увеличим. Я вот закончил этот проект. Люди стараются, как бы компании стараются избежать этого разговора и как-то более подробно объяснить, что вот если ты хочешь увеличения зарплаты, то мы ожидаем, что ты будешь делать это. Это буфер.com salary. Можете, в принципе, прямо сейчас пройти и попробовать посчитать, да, сколько бы вы получали в буфере, да. У них есть вполне, как бы, описано, что такое experience advance, да, то есть там каждый из этих параметров довольно-таки подробно описан, что он под собой означает. Travis CI очень, у них очень много всяких индикаторов, из которых они высчитывают зарплату, да. Там даже они, как бы, учитывают, как они вам платят. К примеру, если вы открыли фирму в Сингапуре, да, то будет рассчитываться, что у вас фирма в Сингапуре и какие из-за этого у вас затраты. В любой хорошей идее есть свои нюансы, так сказать, плохие стороны. Нету ни одной идеи, которая бы, как бы, без своих минусов. И здесь тоже есть минусы, к сожалению. Во-первых, наверное, самый большой минус – это то, что удаленная работа не для всех. Я, как бы, не очень люблю офисы, но я приятно… Я понимаю, что людям нравится эта, там, дружная атмосфера, да, когда ты с людьми каждый день встречаешься. Кто-то там делает, ну, как бы, становится друзьями с полуофиса, да, они, там, и пьют вместе, и работают вместе. Кому-то это нравится. Мне, к сожалению, нравится работать, и, ну, не друзей я ищу на работе. Есть такие люди. Нравится офис, но и, как бы, самая дисциплина еще нужна. Очень хорошая для удаленного работника, поэтому это тоже не для всех. Меня очень много людей спрашивают, как же нанимать юных падаванов в такую компанию. К сожалению, таких юных падаванов нанимать не надо. Просто очень сложно учить людей удаленно, когда ты не можешь им, там, тыкнуть пальцем или показать чего-то. К сожалению, чем больше ваша компания, тем сложнее становиться удаленным. Представьте себя на месте удаленного работника, который работает с людьми, со ста людьми в одном офисе, да. Ему очень тяжело найти какие-то дружбы, да, людей, которым ему будут помогать. Все будут считать, что он там, он ничего не понимает. Он будет ничего не понимать, как бы. Ну, вся информация будет просто гулять по офису, да, и никто не будет даже думать об этом работнике, что ему там надо об этом рассказать, что надо написать документацию ему. Но если ты один из десяти, кто работает в офисе, тогда люди гораздо более дружелюбны к тебе, потому что ты один из немногих, и они будут стараться тебе помочь. К сожалению, это явление пока еще довольно-таки новое. Нету книг, которые говорят, что вот ваша компания нужно сделать так, чтобы стать удаленной. Поэтому все счастья быть пионером в этом явлении у вас будут прилагаться. Вы будете делать очень много ошибок, будете выяснять, как это работает хорошо, а как плохо. И единственное, что я могу посоветовать из своего опыта, это договориться с собой, что как бы наверняка все, что вы делаете сейчас, вы делаете неправильно. Может быть, это работает сейчас, но вы можете это делать гораздо более эффективней. И стараться как можно быстрее меняться. В удаленной работе нет очень много чалленджей, которые ты встречаешь в офисе. Не надо мириться с своим коллегой, который не моется неделю, да? Не надо там договариваться с людьми очень много. Но есть очень много чалленджей личного характера, да? Ваш босс не будет стоять над вами, требовать, чтобы вы работали, да? Вам нужно самому себя дисциплинировать в этом плане. Нужно, я буквально засекал каждую минуту, в которой я реально работаю, пишу код или там делаю что-то по работе. И у меня было требование, что я должен день работать хотя бы 4 часа. И тогда это как бы нормально. Я советую как бы вырабатывать эту самую дисциплину, что что бы ни случилось, не хватает мотивации, да? Что бы ни случилось, надо работать. Не забывайте общаться. Очень важно общаться, потому что у меня были периоды, когда я 2 недели из квартиры не выходил, мне еду привозили. И я сидел так и работал. Но как бы это сказывается на работе очень быстро. После 2 недель это уже было заметно. Берите обязательно, делайте перерывы. Очень легко засесть на несколько часов и проснуться, даже не проснуться, а очнуться утром, понимая, что черт, я проработал всю ночь. У меня, например, часы каждый час напоминают мне, как бы проснись, походи, сходи на улицу, делай что-нибудь. Очень важно также задуматься о своем физическом и как-то ментальном здоровье, да? Многие люди, с кем я работаю, медитируют, ходят на йогу, как бы. И я заметил, что люди, которые этого не делают, да, они как-то очень быстро теряются, сгорают. Так что же делать, если вам все-таки понравилась идея, да? Если вы компания или вы человек, да, и хотите работать удаленно. Мой первый совет тем, кто хочет это попробовать, да, выясните сначала, для вас ли это. Как, скажем так, если бы вы оптимизировали свой веб-сайт на скорость, да, вам нужны какие-то метрики, чтобы определить, быстрый ваш веб-сайт или нет. Те изменения, которые вы делаете, помогают вам или нет. То же самое с продуктивностью. Измеряйте вашу продуктивность. Я взял обычную метрику, я просто, как бы, засекаю, сколько я работаю фокусированно. Вы можете, как бы, отталкиваться от чего-то другого. Очень хорошо сработала для меня практика, что я попросил у своих начальников, как бы, что я не могу приходить на работу в 9. В принципе, две фирмы, в которых я тут работал, они, как бы, очень легко пошли на уступки. Когда я им объяснил, что, извините, я сова, я приду в 9, я буду до 11, как бы, ходить, но я буду спать. И, как бы, начальники очень быстро пошли на уступки, если вы так объясняете. Попробуйте, может быть, это и вам тоже поможет. Попробуйте поменять условия работы. Мне, я заметил, что я, моя продуктивность падает спустя 2 месяца, как я прихожу на новую работу. Я задумался, почему. И мне показалось, что, ну, наверняка, смена обстановки, как бы, помогла. И то, что я начал делать, стало, как, доступно всем. Я взял лаптоп, пошел в митинг-рум, и моя продуктивность опять поднялась. В следующий раз я взял лаптоп и пошел в кофешоп. Опять моя продуктивность поднялась. Мне, на самом деле, как бы, не нравится работать ни дома, ни в офисе, да. Я обычно стараюсь, как бы, я взял с собой лаптоп, рюкзачок и пошел гулять, как бы. Тут 2 часа поработаю, там 2 часа поработаю, как бы. Нахожу разные места, где мне нравится работать. Библиотеки, храмы, где я только не работал, как бы. Поэтому попробуйте, может, вам понравится, и, может быть, мы встретимся в пути, скажем так, через какое-то время. Что бы я посоветовал компании, которые хотят задуматься, да, не поможет ли им удаленная работа? Во-первых, первое, что вы, наверное, должны согласиться со всеми, да, что в компании людьми, что сейчас вы, наверное, работаете неправильно, надо меняться. Когда все люди будут настроены на то, что надо меняться, будет очень много хороших идей, которые вы наверняка попробуете. Возможно, 50 этих процентов идей будут не очень хорошие, да, но другие 50 процентов дадут хорошие результаты. Договоритесь со своими коллегами, да, давайте вот мы будем пробовать что-то 2 недели, 3 недели, да, а потом обсудим, хотим ли мы продолжать это или нет. Как компании начальникам, я очень также рекомендую предложить своим работникам работать из дома или где они хотят один раз в неделю, да. Это довольно рисково, экспериментально, да, ну попробуйте, попробуйте, может быть, появится из-за этого очень хорошие, как бы, изменения в процессе работы, да. Если вы уже, скажем так, дистрибьютер компания, да, и у вас есть уже какие-то удаленные работники, то постарайтесь поговорить с вашими работниками больше. Узнайте, какие проблемы у них возникают во время работы, как вы их можете решить, да, чтобы они лучше делали работу. Постарайтесь больше с ними общаться. В конце концов, если вам это лень делать, да, как начальнику, попросите кого-нибудь из своих подчиненных, встань, пусть они немного сдружатся с этим удаленным работником, начнут говорить на разные темы, да, они начнут задавать друг другу глупые вопросы, как бы, и постепенно все наладится, как бы, он будет вам рассказывать, что вот, там, вот такие проблемы у этого работника, давай как-нибудь подумаем об этом, там. То есть попробуйте, придумайте что-нибудь, поговорите с вашими удаленными работниками. Спустя такой длинный для меня разговор, да, я бы хотел подвести итоги, так сказать, основные мысли, которые я хочу, чтобы вы ушли отсюда с ними, да, так какая же все-таки польза для компании, да, у вас будет гораздо больший пул таланта, вы можете нанимать людей, где хотите, которые будут гораздо вам больше подходить. Компании могут сохранить, скопить, сохранить немного денег, вам не нужно столько офис-спейса, вам не нужно платить за электричество, вам не надо покупать печеньки своим работникам и кофе, да, как бы, большинство из работников соглашается, как бы, на гораздо меньшую зарплату, как бы, чем вы платите людям в офисе, потому что у них есть возможность, как бы, самим регулировать, как бы, свои налоги, да, они могут жить в любом месте, где, где дешевле им жить. Как правило, в компаниях, которые практикуют удаленную работу, все работники довольно-таки самостоятельные, да, то есть вы, опять же, можете сохранить деньги на том, что вы не будете нанимать столько менеджеров к себе в штат. Для работников это означает больше свободы, больше шансов быть счастливым в своем жизни, и также очень много жизненных возможностей, да, то есть, когда вы понимаете, что перед вами весь мир открыт, и вы можете поехать в любую страну, вы можете делать такие вещи, о которых вы раньше даже и не думали. На этом, наверное, все. Спасибо за то, что меня послушали. Если у кого-то будут вопросы, я не успею ответить, да, вы можете мне написать на e-mail, на e-mail, либо в твиттере. А эта картинка с принципами, мне просто очень нравится, решил всем показать. Я без месяца женатый, как бы, и жена будет путешествовать со мной, как бы, то есть, без каких-то... А дети? У меня есть знакомые, которые, в принципе... У меня есть знакомые, которые с детьми путешествуют, да, то есть, ну, дети обычно до шести лет, как бы. Я пока, так как у меня детей нету, я не задумывался о том, что будет, когда будет школа, да, но, мне кажется, может быть, есть какие-то варианты. Для меня это тоже был шок начать путешествовать, да, потому что я потерял всех друзей. Я ничего не понимаю, приехал в незнакомую страну, но постепенно я адаптировался. Самая, наверное, большая ошибка, это как я делал хайринг. Мы, так сказать, по инерции мы искали людей в офис, и это была плохая идея, как бы, так как я буквально начальник, и иметь какого-то человека в офисе. Была ошибка, скажем так, да, и вообще, как бы, искать удаленных работников требуется специальный скилл. Нужно понять вообще, кто тебе нужен очень четко, да, и когда я это начинал делать, у меня никаких этих пониманий не было, и поэтому я нанимал не самых лучших работников, скажем так, да. У меня были работники, которые, как бы, получали зарплату и бухали неделю, да. В принципе, хорошие программисты, очень хорошие, да, но вот только даешь им зарплату, и вот неделя пропадает, короче. То есть, я его уволил. Вообще, как бы, моя теперь практика в том, что я легко прощаюсь с людьми, и считаю это правильным, как бы, мы сделали три месяца испытательно, на контракт мы нанимаем людей. Если что-то пойдет не так, мы моментально увольняем, как бы, людей, если мы ему не верим или какая-то проблема, да, мы увольняем моментально и ищем нового. Как бы, к счастью, как бы, пул работников большой, как я говорил в последний раз, мы 160 CV получили, как бы, и выбирать есть из кого, да, и поэтому особо лучше не привязываться на первых трех месяцах, да. Так, только в техническом отделе работает 9 человек, в офисе работает примерно человек 7-8, и у нас есть еще распределенные люди на местах, скажем так, их примерно 25. С точки зрения работников, которые работают удаленно, когда нет четких грани между временем рабочим и жизненным, как бы избежать того, чтобы вся жизнь превращалась в работу? Ну, засекать в работу. Да, на самом деле это очень хороший вопрос, это очень серьезная проблема. Есть такой импостер-синдром, да, когда люди, в принципе, работают хорошо, но они всегда считают, что они делают какой-то косяки постоянно, да. И это очень популярная, как бы, проблема, с которой мне приходится связываться, да. Я вроде нанимаю хорошие люди, но они хороших людей, которые хорошо перформят, но у них в какой-то момент начинается какая-то такая самокритика постоянная, да, что вот тут проблемы, там проблемы. Я просто, как бы, напоминаю людям, как бы, не перерабатывайте слишком много, да, я ценю, чтобы люди работали умно, да, они работали много. Я регулярно напоминаю, ну, если кто-то сидит на выходных, да, я напоминаю, что, чувак, иди погуляй, там, сходи лучше чем-нибудь сделай, там, полезное для себя, да, хватит уже столько работать, как бы. Я понимаю, что для компаний это звучит, как бы, абсурдно, да, то есть я пытался объяснить это своему CEO, да, что, говорю, я не хочу, чтобы мои люди работали, там, по 70-80 часов в неделю, да, а это очень легко, некоторые люди действительно столько работали. Я хочу, чтобы, как бы, решение, люди всегда были со свежим умом, да, острым умом, который хорошо думает, и тогда качество работы гораздо лучше. Но это огромная проблема, и это, вот, причина, почему я говорю, что как-то надо над собой, как бы, работать, то есть заниматься каким-то спортом, там, возможно, медитировать, да, чтобы у вас были, там, другие хобби, помимо программирования, да. У программистов вообще очень, они очень сфокусированы на программировании, они учат только программирование, да, там, то есть кого спросишь, людей, как бы, что мне там, какую книжку почитать, тебе дадут книгу по программированию. А я, на самом деле, рекомендую людям, как бы, научитесь чего-нибудь другому, да, то есть это гораздо иногда полезнее, чем выучить еще один язык программирования. А первые три месяца контракт, как бы, почасовая, потом, когда мы нанимаем на постоянную работу, мы отговариваем, как бы, месячную ставку. Продолжение следует...